Сейчас, да, нам много, да, господи, как всегда, вот она. Значит, первая проблема, которая возникает в нынешнем обучении, сколько я понимаю по курсу обрушения квалификации преподавателей, это проблема, как не дать студентам списывать. Но на самом деле формулировка не полна. Правильная формулировка, как сделать, чтобы студенты не списывали, а преподаватели продолжали списывать безнаказанно. Потому что по 10-50 лет иногда не меняются задачи и даже темы курсовых и дипломных работ. А для попадания в студенческие базы шпаргалок и всего прочего достаточно не обновлять два года. Итак, и это особенно важно в инженерном образовании. Это сейчас проблема уже не стратегическая, а проблема выживания. В последние годы это превратилась его, в общем-то, деградация в обвал. И студенты уже прямо говорят на третьем курсе, а особенно там магистры, мы знаем и умеем меньше, чем при поступлении. Тем более, что это были студенты ведущих вузов, куда поступали отличники, так сказать, и олимпиадники. Одним из решений является резкое повышение сложности заданий с использованием математической программы и официальное разрешение пользоваться ими. Например, вот задача. Узнает ли кто-нибудь в этой задаче табличный интеграл? Ну да. И таких задач можно нагенерировать до бесконечности. И каждый год менять. Внешне абсолютно различные, никакими средствами обычными не понимаешь, что это то самое. И тем самым идеализируются рутинные задачи. А вот теперь посмотрим, что получается, если просто применить от системы символьных преобразований. Ладно, кто-нибудь знает, что это был за интеграл? Кто-нибудь сумел идентифицировать? Какая функция здесь на самом деле интегрируется? Никто не может. Ладно, тангенс 3х. Вот посмотрите, можно ли в этом решении, которое выдала программа Sage, увидеть, что мы интегрировали тангенс? Невозможно. То есть сразу видно, что студент тупо применил это самое. Дальше. Система максима. Занять им, что она выдала другое решение, но столь же неприличное. Теперь сравним систему. Прежде всего начнем со свободных. Максима она сейчас стала очень хорошей. Легкое обучение, достаточно по возможности для большинства вузов. Неплохой гуй. И вообще с ней приятно работать сейчас. Впрочем, даже в те времена, когда она только возродилась, в конце нулевых, студенты предпочитали работать либо с Максимум, либо с Мэппл. SageMath. Другая крайность. Это очень свободная система, создающаяся, так сказать, неформальным коллективом математиков, профессиональных, высококвалифицированных математиков. Исключительно низкие требования к аппаратуре. Достаточно, чтобы работал питон. Работает только в командной строке. Безобразный интерфейс. Очень сложная система хелпа. Трудное обучение. Фантастически богатые возможности нечисленной математики. Вот это для студентов, которые действительно работают в настоящей математике. А не просто для инженеров. То есть максимум свободное подходит для инженеров. Конечно же. Маткат, он лучше по оформлению разных графиков и так далее, чем Максима. Но с этим можно смириться, потому что это проприетарная программа. Хотя она легкая и удобная в использовании. Мэйпл, конечно, она тоже очень легкая. Я здесь рассматриваю только пять программ, потому что ими я пользовался. Математика. Более такая накрученная, чем Мэйпл. Но не доходит до накрученности сейджа. Но зато, конечно, дорогая. И вот любой из пакетов этих может быть использован для вот этих вот несписываемых задач. Но проблема списывания – это часть проблемы образования. Только считанные технические вузы не находятся в состоянии разучивания. И все они вне управления минерапронауки и практически неуязвимы для образа надзора. То есть проблема здесь не в некомпетентности, а в отрицательной компетентности. Надо же довести образование до ниже нуля. Нынешняя система пришла в контроле процесса и результатов, пришла к логическому завершению. Именно в науке заслужила репутацию чуть ли не самого коррумпированного антикомпетентного федерального министерства. А в качестве положительного примера проведем Минцифры. Расходим это на некоторых частных случаях. Система государственных централизованных стандартов. Они резко устаревают, они неадекватны. Ну, знаем, как они пишутся на коленке. Дальше. Система оценки стимулирует качество входа, а не качество выхода. Стандарты устаревают быстрее, чем меняется все в информатике. А жесткая система их очень мешает вузам. Высокий уровень не будет оценен проверяющими, это мирный обнадзор. А провалы обязательно будут оценены. А для практики же лучше люди, хорошо обученные в нескольких направлениях, чем не умеющие ничего. И в частности, она помешала развитию уникального университета города Переславля и его науки, и его опыта. В городах, где есть сильные научные центры, где есть фирмы, целесообразно создавать специализированные маленькие университеты. И для этого нужно открыть все возможности. Как это было в Переславлях, где работал университет города Переславля. И контроль таких университетов возможен лишь на выходе, потому что они очень специализированные. Дальше. Система финансирования от числа студентов стимулирует обычную беду еще советского преподавания. Тянуть двоечников и упускать отличников. А в последнее время это сопровождается иногда так называемой защитой прав. Дескать, слишком тяжелые задачи, наши деточки не могут с ними справиться. И нам не нужны люди, которые получили лишь диплом и амбиции. Это звероопасная масса. Права двоечников защищаются лучше, чем права других студентов. Уровень знаний студентов начал катастрофическую память продать в результате в недоверное влияние майских указов. Хотели, как лучше получилось, хуже, чем всегда. Потому что, в частности, недоверное науки просто увеличило число студентов на одного преподавателя с 5 до 12, что привело к катастрофическому обвалу качества и разбеганию самых квалифицированных кадров. КОВИД-бешенство дополнительно. И еще во время удаленки студенты еще лучше соорганизовали списывание. Накопление в грузах критической массы преподавателей и студентов-колтурщиков. Я, так сказать, в одном неопубликованном эссе написал, нашим вузом правит СССР, Совет Свободных Студентов России, то есть двоечников. И полный крах системы бакалавриат-магистратура в инженерных вузах. Магистратура тут отнюдь не лучшая. И вот. Дальше. Число число... Что сделали для реализации юридических указов? Число 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 преподавателей на дипломную работу теперь на курсовой работу теперь два, а не дипломную три. Тем самым не проверяются они вообще. Или проверяются по принципу сподлинные слова. Купочки красивые, остальное проверять времени нет. Вот. Отсутствие содержательной проверки компенсируется возмутительными противозаконными требованиями на оформление. 20 страниц прояснительной записки на каждый рубежный контроль оформлены обязательно в Word. Microsoft Word. Вот так-то. Это ведущие технические вузы. Николай Николаевич, время заканчивается, вопрос еще будет. Да. И проверка лишь результатов приводит, что списывающие получают пятерки, а те, кто пытается действительно учиться, тройки. И даже темы дипломных и курсовых работ на многих технических мероприятиях не меняются со времен СССР. Ну все. На самом деле и доходит до того, что технические работники порой сами ставят оценки студентам в обход заваленных экзаменов. Все. и в итоге мы разучились то, что делать в начале. Полный текст остается у меня, он открытый. Там есть предположения, первое из них ввиду полной антикомпетентности расформировать нынешние минералы науки. Раз объявили программу гиберократизации. Николай Николаевич, это политика уже. Это не политика, это образование. Да. Спасибо большое. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Пролистый, вот. Да. Как видите, простейшая опускация. Все. Дальше. Ну что, еще есть вопросы? Вопрос заключается в том, что может быть не только с Миноборнаукой заниматься, нам бы контактировать, но и с Министерством просвещения, потому что к нам в вузы попадают дети уже подрощенные теми, какие они есть после ЕГЭ, после школы, после детского сада. Вы эти вопросы не рассматривали? Я рассматривал сейчас другие вопросы, даже туда, ведущие технические вузы московские, куда попадают лучшие, в итоге получается такая вот, извините, хрень. А проблема, так сказать, того, как попадают другие, это я сейчас не рассматривал. что-то они делают, лишь те вузы, которые находятся вне системы Миноборнауки, которые Миноборнауки ничего не может сделать. И Миноборнаук. Скажите, пожалуйста, есть положительные примеры каких-то учебных заведений в России? Конечно! Я назову два, которых я уверен. Один я вынужден сказать, потому что я сначала относился крайне критически. второй всем известный Литмо. Спасибо. А еще такой вопрос. Если не брать российское образование, кого из зарубежных коллег вы считаете наиболее, скажем так, дающим качественное образование в этой области? Очень качественное образование дают французские, голландские и ведущие английские вузы. Спасибо. У меня есть вопрос по сравнению Сейдж и Максима. А чего именно в Максиме не хватает? В первую очередь Сейдж это питоновский интерфейс к Максиме. Там, конечно, не только Максиму, там еще много всего. Вот именно там еще много всего, а там не хватает нечисленной математики. Я когда вынужден был, когда я использовал, делал один из последних своих грантов по числам, я был вынужден использовать Сейдж, потому что мне надо было решать очень сложные теоретические задачи при помощи символных преобразований. Максима не хватило, потому что она не работает с полями, допустим, конечными и так далее. С полями, ага, ясно. Спасибо. Спасибо большое. Николай Николаевич, большое вам спасибо. Коллеги, если еще будут вопросы, Николай Николаевич нас не покидает. Вот, вы в куварах.